Если вы звоните, вы должны спросить, не спросите, как меня зовут, а назовут мои данные. Да, я понимаю, что вы имеете ввиду, но в рамках действующего российского законодательства я могу озвучить информацию только владельцам, поэтому нечестно убедиться в том, что именно вы владелец номера, а не просто его пользователь. Пожалуйста, назовите вашу фамилию, имя, отчество, и мы продолжим разговор. Статью законодательства назовите, по какой статье я обязан представляться незнакомым человеку. Пожалуйста, назовите вашу фамилию, имя, отчество. На каких основаниях я должен представляться незнакомым людям? Наверное, вы не совсем верно меня поняли. Это звонок по факту нарушения владельцам данного номера условий договора с МТС. Отказ от разговора может привести к негативным последствиям. Итак, назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество, чтобы сверить данные. С кем я сейчас разговариваю? Представьтесь, пожалуйста, первое. Меня зовут Васильева Наталья Андреевна. А теперь, пожалуйста, назовите вашу фамилию, имя, отчество, чтобы сверить данные, и мы продолжим разговор. С какой организацией вы звоните? Пожалуйста, назовите вашу фамилию, имя, отчество.